вкусная радость приветствует вас если она портнягина здравствуйте все кто заглянул ко мне на канал случайно нечаянно намеренно неважно приветствую всех друзья долго долго я к вам не приходила и вы ко мне долго не приходили ну ладно сегодня друзья будем тушить капусту я как-то не так давно жарила капусту да увидели кто постоянно смотрит один там мне чувачок написал что-то тушеное ты вообще куку или чё тушеного тушеный совсем по-другому делается короче ладно друзья мы сегодня будем тушить капусту вот у меня капуста обычно я ложу болгарский перчик сегодня вместо болгарского перчика я положу яблочко она такой прямо кисло сладкое самый раз будет короче нужно капуста белокочанная яблоко кисло-сладкое морковь лук репчатый я хочу добавить смотрите сколько я всего купила растительное масло соль и сахар смотрите сколько всего я купила вот этот чеснок я никогда не использовала но посмотрела что профессиональные повара часто очень используют сегодня будем пробовать вот короче друзья смотрите корень хрена у меня есть свой хрен я как-то бросала его в суп а так вот не рисковал вот попробую добавить немножко паприка имбирь кориандры мол ты целого не было вот короче вот это все но еще можно перчик нет перчики непосредственно буду бросать уже перед пищей дети покушать короче друзья приступаем к приготовлению тушеной капусты тушеной так для начала вот у меня я буду делать это все в казане наливаю в казан масло растительного примерно ложки две столовые можно сделать купаж со сливочным маслом я не могу так шиковать у меня нет возможности сначала поджарить морковку с луком хотя я самом начале когда там еще думала в комнате сидела чтобы такого вкусненького поесть витаминного и показать за одну вам я хотела вообще сделать так вот все вместе перемешать вот все вместе все продукты перемешать вот и сюда закинуть закрыть крышкой и пусть тушится но как-то блин хотя можно это как вы думаете что делать как-то ну как-то не так крючка как-то не то короче говоря короче говоря я буду сейчас нарезать овощи сейчас попробую вот этим ножом то есть овощи какие берем лук морковь режем так как вам нравится произвольно это на любителя включила забыла включить можно крупно можно мелко я никогда ни на чем не настаиваю здесь знаете ли если навязывать повару что-то испортит ему настроение делать этого не будем испортили настроение испортили блюдо и тот кто будет кушать у него тоже будет все не очень хорошо поэтому мы будем будем резать так как хотим и вообще делать на кухне то что мы хотим то что нам нравится и нам никто не упас вот так вот нарезали лучок теперь часть морковки порежу а часть патру давайте так сделаем сейчас морковки порежу туглешочками хотя можно было на той же терке потереть такими слайсами ладно я уже и коль начал уже все свал согрузим кстати очень хорошая поговорка поэтому если когда-то что-то обещаете тащите свое слово как говорится дело иначе вы будете прославлены как ничтожным существом берем тюрочку я даже наверное такой вот возьму вот такой вот не крупную а помельче и натираем вообще вы включен у меня такс это было мне сразу была мысля включить ну ладно уже все вдираем когда я хлеб снимал друзья я еще не съела мы еще не съели хлеб куда ты яблочко кутишься куда ты яблочко кутишься и не воротишься не знаю куда чуяпаем а полоски что хочу сказать яблоко буду нарезать кубиком не натирать чтоб она немножечко у нас лучше к в идеале конечно побольше 2 яблочко таких или огромное одно и уже в целях экономии знаете вот это у нас системка будет ждать нагрева масло дальше я показывать не буду зря париться да сейчас я лучше вот открою пока пряности смотреть что я вас подвигаю как всегда за ночью чтобы было видно так и нам нужно открыть кориандр приготовить к нему с эту самую а сейчас я сразу все и креманочку сразу я все положу когда-то я пользовалась такой ложечкой кофейной сейчас только одни воспоминания остались кофеманка жуткая была раньше так кориандр берем пухты как он крупно молотый классно вот столько я возьму кориандра какой душистый мама дорогая душистый он какой классный я прям не пожалела что купила прямо крупный вообще класс класс так примерно так сразу имбирек имбирь молотый по сезону так ну вот так такая пряная пряная у нас будет капусточка пряная пряная очень пряная очень вкусная никто не сомневается паприка красная учимся ее добавлять прям вот так ее возьму чик да думаю не страшно это она же сладкая такс теперь дальше открываем хрен хрен его знает зачем я его добавляю ну будем проверять и что делать сейчас я его юхну сначала попробую мне что-то понять что это такое такой сладкий запах такие вот кусочки там они видно вам сладкий запах попробуем что он нам дает ну добавим он очень полезный это же антисептик вот столечко добавим хрен кусочками сюда его так и теперь чеснок вы знаете да что я прислушиваюсь к мнению поварам особенно Ильи Исааковича Лазерсона он тоже использует сухой чеснок он говорит что это намного удобнее нежели брать его каким-то свежим вот столечко чеснока так вот такая красивая кучка смесь смесь пряности у нас получилась вот уже нагрелась так хорошо сейчас я все это закрою скрепочками так вот это вот не отсюда ну конечно где-то сисея не было ее только купила закрываем все аккуратно скрепочками обязательно все пряности закрываем потому что они очень быстро эфирные масла улетучиваются поэтому мы бережем наши продукты как можно дольше их сохраняем ну вернее сказать что мы на дольше сохраняем чтобы пока они у нас сохранятся они имели вкус так что мы тут еще кориандр ну кориандр вообще конечно потрясный ой друзья у меня кажется уже так хорошо нагрелась это убирек ой какая красота да вообще конечно смеси конечно вообще опасные опасные отпадные вот зачем я выбросила сейчас я вот так вот перемешаю все вместе вот потому что это же все будет поджариваться на масле для того чтобы масло всю эту вкусняшку взяло в себя так убираем скрипочку итак друзья это наверное уже не пригодится потому что пока мы с пряностями возились у меня нагрелось масло сейчас я пряности уберу на свое место да кто не видел мою драгоценную коробушечку с моим вкусняшим здесь приправы только две мели сунели и карри все остальное а еще для морковки вот мели сунели и карри остальное все это чистые пряности вот лопатущи это моя драгоценность а в другой такой же коробочке у меня для сладостей так друзья сейчас закидываем в ложку включаем вытяжку и забрасываем в раскаленное масло вот эту вкуснотель не балуйся нам нужно чтобы это поджарилось на большом огне не тушилось не парилось не прикускалось а именно поджарилось добавляем чайную ложку волшебного сахара и размешиваем все вот красоти необыкновень все это жарится на сильном огне вы можете взять купаж сливочного и растительного масла можно оливковое конечно не только не которое горькое такое зеленое это для салатов а именно только для жарки да экстра вержин оно по-моему для салатов а какие там для жарки я не в курсе я не спец он пока жарится а я порежу капусту так друзья что у нас тут смотрим не забываем чтобы у нас не пригорело просто нам еще немножко можно добавлять помидор я не буду добавлять хочу вам рассказать про капусту очень такую интересную штуку смотрите я езжу капусту нарезаем так чтобы она как говорится вмещалась в ложку я нарезаю вот так сначала вот так блин тринитец вообще а потом кубиком заворачиваем кубиком ну если можно так назвать кубиком и что важно сейчас я вам скажу одну штуку важна не поваляешь не поешь ой кто такой чудишек конечно не нужна ой какая другая и что важно друзья что я вам сказать сейчас минутку прошла так еще чуть-чуть обжаривается очень важно вот жареную капусту ее не умит а потом мы будем тушить ее немножко мягко потому что мягко может сок так потому что она у меня тушится и не жарится обязательно тем более она такая зимняя соль какая-то пустокамерная так вот видите мокренькая стала окусилась макрой макрой все делала. Так. Ну все, хорош. Подвигаю я вас. И теперь, друзья, вот, чтобы вам было видно, вот такое местечко сюда, да? Я немножко добавлю еще масла. Надо было сразу. Ну ладно. Вот добавляю чуть масла, да? Сейчас прогреется. И сюда в это масло я добавляю смесь наших пряностей. Вот сюда. И быстренько, пару секунд, пару секунд по маслу раскидываем. И буквально пару секунд, чтобы все это масло прогрелось. Ой, это это просто это просто все размешиваем. Убавляем на тройку. Так. И все, друзья. Теперь добавляем сюда капусту. Я еще, конечно, не все порезала, но все равно добавляем. Вот. Добавляем. Перемешиваем, чтобы у нас уже там очень много сгорела. Знаете, что сейчас подумала, что можно вот вообще просто в идеале добавить туда яблочный сок. Ну, я не знаю, я говорю про хороший яблочный сок, не про какую-то каку там с ужасными добавками. а то как все это прогреется и вообще все испортится. Я думаю, можно добавить или гранатовый или яблочный сок. Ой. Ну, конечно, с водой вместе. Это будет вообще, наверное, нечто. Ну, так. Так. Я убавила огонь на тройку, это ниже среднего и еще порежу капусту. Итак, друзья, добавляю остальную капусту. Сою я уже больше не буду нарезать, тут у нас поставим туда супа. Вот. И теперь можно добавить жидкости. Воды. Или там с соком. Как я вам предложила, да? Можно даже так апельсинчик немножко или мандаринчика выжать сюда. Ну, если сейчас вам уже почти в конце. Ладно. Короче, сначала мы добавляем водички. Я буду добавлять холодную. как я говорила, что не люблю перекусить целый 10 раз на 10 минут. Так. Сначала полстакана. Посмотрю, сколько здесь у меня. Так. Посолить можно сразу. Не все, конечно, посолить, а так чуть-чуть присолить. Чуть-чуть. Не ошибиться. Овощи лучше не досолить, чем пересолить, учитывая, что у нас очень много здесь пряностей. А пряности, вот как говорят индусы, они как бы компенсируют соль, поэтому чем больше пряностей, вообще некоторые готовят с одними пряностями и абсолютно не солят. Размешиваем, смотрим, что у нас здесь получилось. Сейчас я посмотрю. Так, пока хватит воды, потому что у нас еще овощи сейчас дадут сок. Сейчас мы накроем. Сейчас не надо прибавить. Теперь не страшно прибавлять, потому что есть вода. Надо, чтобы закипело. Так, и, ой, как здорово, я подумала о гранатовом соке, или о яблочном. Блин, какая вкусняшка бы получилась. Можно даже, наверное, еще виноградный, если он не сильно сладкий. или яблочно-виноградный, гранатово-яблочный. Ну, в общем, короче, примерно такие. Можно даже апельсиновый сок. Я бы апельсин так выжала. У меня нет. Есть мандаринка, но она там сухая. Так, прибавили огонь. Так, и накрываем крышкой. Яблоко мы будем добавлять уже практически в конце, когда капуста у нас будет ну, аль денте. Сейчас я там вот разгребу вот этот поросюльник весь. Так, друзья, смотрим, что мы тут имеем, что у нас тут происходит. Так, вот хорошо закипело. Я уменьшаю на тройку ниже среднего, еще раз повторю. слушайте, меня что-то пугает этот запах паприки. Вдруг она сильно острая. Она же написана сладкая. Сейчас я размешиваю. смотрю. О, сколько соку. Представляете, если я паприка вот эта вот острая. Я ее хотя на глазах у вас прям пробовала, но боюсь я прям. Сейчас попробую вот это вот. Дело в том, что она пахнет так пряно, как будто острый перец. блин, как-то вкусно уже вообще. Правда, вообще отлично. Так, друзья, все, я накрываю. Думаю, что еще водички добавить. я вот эти вот остатки вылью сюда. Потому что казан очень горячий и очень быстро выпарится, пока остынет. Накрываю и ждем уже оно там такое. Оно немножко такое есть кипение. Легкое-легкое совсем. И ждем уже это, чтобы капуста была аль денте, чтобы добавить яблочко. Друзья, хотела вам сказать. Смотрю одного блогера, не буду говорить кого. Вот. Если бы он сказал про меня, конечно, да, это было бы опа, потому что он, ну, сотенник. Сотенник. Сотни подписчиков у него. Сотни тысяч. Он сказал одну вещь такую интересную. Ну, кто-то, может быть, смотрит его, поймет, о чем речь. Он говорит, когда я начинал, ну, просто, его сейчас очень часто обижают его и его друзей, обижают в комментариях. Ну, просто зритель обнаглел. Вот. Он как-то лояльно ко всему это относится, а зритель просто обнаглел. Вот. Потому что, как говорится, своим глазу и соломинки и бревна не увидишь, а в чужом. Ну, это, естественно, это так всегда. Он говорит, когда вот я был, ну, жил там в нищенском, в страшной квартире, да, сам себя вел как это убожество, то всем это нравилось. Все прям кайфовали от того, что вот я, что хуже живу, чем они, и они прям кайфовали от этого, жалели меня там туда-сюда. И никто гадостями не писал. А сейчас, говорит, когда все в порядке, у меня благополучно, и, в общем-то, он счастлив, да, ну, это мои уже слова, я не знаю, счастлив он или нет, вот, то начали поливать грязью и завидовать, и писать гадости. Знаете, друзья, мне так стало что-то обидно, думаю, блин, вообще, то, что он первое сказал, это же касается и меня, мне как-то стало по себе даже. Так, друзья, давайте заглянем, что-то у нас, ну, прошло минут 5, наверное, не больше. Так, размешаем. я, наверное, прибавлю на одну, потому что, ну, что-то совсем, совсем, а то внизу приготовится, а сверху не пропаривается, ну, не хватает пару, то есть, запах, конечно, это очень вкусно будет, вообще, запах потрясающий. Знаете, сколько у нас здесь пряностей, да, ну, вообще. Так, морковочку попробуем. Ой, морковка-то готова уже, оденки совсем. Капуста жесткая на разу. Еще готовится. Хочу показать вам, что я делаю с вечера. У меня мисочка такая. Я насыпаю в нее геркулес. Крупа такая, геркулес. И с вечера насыпаю на окно, на камушку, на верхнюю, на нижнюю. И еще тут у меня есть такое местечко, где антенна стояла такая раньше. Там такое, они там выклевывают. Почему я так рано делаю? Потому что синицы очень поздно ложатся и очень рано встают. Вот. И синичкам тоже надо покушать что-то, правильно? А потому что такие проглодиты голуби. Действительно они проглодиты. Я их люблю, конечно, но они проглодиты, они ничего не оставляют синицем. Поэтому мне я тут у нас еще похолодало, блин, вообще. Уже 17 градусов опять. Сегодня такое снежище шел. Вообще класс. Вот. И я, короче, решила сыпать с вечера, чтобы синичкам утром, чтобы синички покушали утром. Потому что голуби просыпаются, когда уже светло. А синички, когда только-только рассвет. Понимаете? Поэтому я вот это сейчас высыплю. И они вот утром покушают. Друзья, делюсь увиденным в интернете. Ну вот, воск, который я вам показывала, да, все знают, да, что яблоки зимние, да, и летние, в общем-то, тоже обрабатывают, чтобы они очень долго хранились. Вот смотрите, что, видали? Такие хорошие яблоки вот так у нас портят. И я, короче, увидела в интернете там, ну, такие целые видео полезных советов, как говорится, лайффаков. И показывают, как яблоко положили и горячей водой обливают, и воск слазит. Как и бред вообще! Чем я только не драила, в чем я только не отстаивала эти яблоки. Все равно, чем даже горчицу с содой вот так прям терла, вот прям, прям счищала губкой такой, ну, вот обратной стороны губки, где пожестче, да. Бесполезно, воск все равно остается, поэтому все это хрень собачья. Парафин, воск, парафин полезный, воск вредный, да. Воск это искусственный, парафин натуральный, по-моему, так, да, или наоборот, или воск натуральный, парафин искусственный. Неважно, короче, все равно обманывают нашего брата, и поэтому все равно я приходится счищать всегда вот это вот. Конечно, ты в этом на западе живете, у вас, может быть, у бабушек можно купить, фермерские яблочки необработанные, ой, да вы счастливые люди, понимаете. Я уже забыла вкус настоящего яблока, а вишни вообще речи не может быть даже. Так, друзья, что-то у меня так на четверке раскочегарилось. О, смотрите, по-моему, даже сос больше стало. Представляете, вот, видите, что, это действительно тушеная капуста, а не то, что я жарила пустой, как говорится, сковородке. Это что за фигня? Ой, она же облегчается. Короче, друзья, вот так я порезала яблочко. Надо все-таки умудриться, мелкое яблоко порезать крупным кубиком. Смешно, правда? Просто какой-то парадокс, да? Ну вот, надо умудриться, поэтому я добавляю сейчас яблочко. Лучше, конечно, если оно останется такое прямо чуть-чуть хрумко. Вот вообще отпад, когда у него, просто когда оно сильно размягчается, он теряет, в общем-то, свой вкус, свой смак. Когда у него хрумко остается, он, конечно, у него, конечно, вкус сохраняется. Вот. Сейчас я попробую на сольку. Ой, ну какое, какая душистая. Потрясающе пахнет вообще. Просто необыкновенный купажик. Я, конечно, придумала вообще классно. Друзья, мне хватит соли. Не до соли, как говорится, на столе. Размешиваем яблоко. Вот. Но если вы в тарелочке поперчите острым перцем, красным или черным, можете и тем и другим, то соли действительно не надо добавлять. Все это, перец, все это компенсирует. Тем более, перец это полезно. Ну, я не говорю про язвенников там. Перец это полезно, а соль, как говорится, нам соли достаточно во всех наших натурпродуктах. Все. Еще, наверное, минут 5, может быть, 7. Можно добавить зелень, но я не буду добавлять зелень принципиально. Ну, все, друзья, капуста тушеная готова. Итак, друзья, тушеная капуста пряная с яблоком готова. Немножко зеленого лука. Кстати, перца красного. Обязательно. Немножко красного жвачьего перца. ломтик домашнего белого хлеба и лимонная водичка. Ужин потрясающий, очень полезный, ароматный и вкусный. Друзья мои, желаю всем кулинарного вдохновения, радости бытия, благодарных ядоков. Ходите по ссылочкам, ставьте дизлайки, ставьте лайки, звоните в колокольчик, чтобы мое новое видео всегда вас приветствовало первым. Делитесь в соцсетях, оставляйте мои простые, вкусные и очень полезные блюда в плейлистах, они обязательно вам пригодятся. Обязательно. Бывают такие моменты, какова у меня жизнь. Поэтому у всех такие бывают моменты. Никому, конечно, не желаю ничего плохого, но всяко бывает, как говорится. Вот. Всего вам самого наилучшего. Друзья мои, любите жизнь. Я вас прям заверяю. Любите жизнь, друзья. Она обязательно ответит вас взаимностью. Пусть она вас обнимает, ласкает, целует и нежит. Всего вам самого доброго. До встречи. Чао-какао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...